Лекция 6. Уравнение Лапласа и Пуассона с формулой Грина. Рассмотрим процесс распространения тепла в пространстве, который описывается функцией U от x, y, z, t. Это известное нам уравнение теплопроводности, но функция, определяющая плотность источников тепла, не зависит от времени, то есть источники тепла не меняются во времени. Тогда это уравнение может иметь стационарное решение, то есть решение, не зависящее от времени, U от x, y, z. И если эта функция не зависит от времени, то, конечно, она будет удовлетворять вот такому уравнению. Такое уравнение называется стационарным уравнением теплопроводности. Давайте вот здесь запишем стационарное уравнение теплопроводности. Дельта U равняется минус F от x, y, z, поделенное на а квадрат. Я напомню, что дельта U – это оператор Лапласа, сумма вторых частных производных. Давайте запишем так, U, x, x. Ну, это одно и то же, значит, я просто записаю оператор Лапласа. Это оператор Лапласа, сумма вторых частных производных. Так вот, такое уравнение называется уравнением Пуассона. Уравнение Пуассона. Если источников тепла нет, то уравнение будет выглядеть так. И такое уравнение называется уравнением Лапласа. То есть уравнение Лапласа – это просто уравнение Пуассона в случае F равно нулю. То есть так можно говорить, что уравнение Лапласа – это однородное уравнение Пуассона. Но, тем не менее, вот всегда используют такие обозначения. Такое уравнение называется уравнением Пуассона. Такое уравнение называется уравнением Лапласа. Итак, эти уравнения описывают процесс стационарного распространения тепла. То есть если у нас функция температуры не зависит, не меняется во времени. Такого же типа уравнения описывают и многие другие стационарные процессы. Ну, например, всем нам хорошо известно, что есть закон всемирного тяготения. То есть тело, обладающее какой-то плотностью, создаёт гравитационный потенциал. Так, если у нас есть какая-то область Омега в пространстве, в пространстве есть какая-то область Омега, и в ней это, на самом деле, тело с такой вот плотностью распределения массы. С такой вот плотностью распределения массы. Роль – это плотность распределения массы. То тогда это тело будет создавать гравитационный потенциал у от xyz, который удовлетворяет следующему уравнению. Дельта у равняется минус 4π ρ от xyz. Значит, вот здесь уже функция у от xyz представляет из себя гравитационный потенциал, то есть функция, описывающая такое вот стационарное гравитационное поле. Ну и, конечно, опять там, где функция плотность отличная от нуля, это будет уравнение Пуассона. А если плотность – это уравнение Пуассона. А если плотность равна нулю, то опять мы получаем уравнение Лапласа. Ну и то же самое можно сказать о другом стационарном физическом процессе. Мы можем рассматривать все те же самые уравнения, только здесь уже у будет потенциал электрического, стационарного электрического поля, а ρ – плотность распределения зарядов. Значит, если у нас есть какое-то тело с плотностью распределения зарядов, то потенциал стационарного электрического поля, определяемого этим телом, будет определяться таким вот уравнением, то есть уравнением Пуассона. А там, где плотность равна нулю, это будет уравнение Лапласа. Ну вот три таких, так сказать, физических примера. Значит, стационарное уравнение теплопроводности, гравитационное поле и стационарное электрическое поле. Вот все они описываются либо уравнением Пуассона, либо уравнением Лапласа в зависимости от того, есть у нас источники или нет. Значит, все, что мы рассматривали сейчас, эти все примеры рассматривались в пространстве Е3. Но, возможно, ситуация, когда у нас наша функция, наша функция u от x, y, z не зависит от, ну, какой-то переменной, например, переменной z. То есть все функция, так сказать, при изменении z не меняется. Тогда, конечно, уравнения получаются уже зависящими только от двух переменных. Значит, и уравнение Лапласа, уравнение Пассона в Е2, то есть на плоскости. Это что такое будет? ухх плюс ууу равняется, ну, какой-то f от x, y. Это уравнение Пассона. И уравнение Лапласа, это ухх плюс ууу равняется нулю. Итак, мы будем рассматривать на ближайших лекциях уравнение Лапласа и уравнение Пассона. Либо в трехмерном пространстве, тогда оно выглядит вот так на уравнение Лапласа и уравнение Пассона. Либо в двумерном пространстве, тогда они выглядят следующим образом. Самое главное, что все эти уравнения с такой, с физической точки зрения, это уравнение, которое описывают какие-то стационарные физические поля, которые не меняются во времени. Которые не меняются во времени. Хорошо. Итак, значит, мы все время будем рассматривать либо трехмерное, либо двухмерное пространство. Но что важно? Оказывается, что уравнение Лапласа имеет такие, так сказать, особые решения, которые называются фундаментальными решениями уравнения Лапласа. И они, конечно же, разные в пространстве и на плоскости. Итак, фундаментальные решения уравнения Лапласа. Фундаментальные решения уравнения Лапласа в Е3, то есть в пространстве. Итак, значит, мы находимся в трехмерном пространстве. И давайте будем обозначать точку М. Это точка с координатами x, y, z. И через М0 обозначим точку с координатами x0, y0, z0. М0 обозначим точку с координатами x0, y0, z0. М0 обозначим точку с координатами x0. И точка М0 обозначим точку с координатами x0, y0, z0. И введем расстояние. Будем обозначать вот так R, M, M0. Это расстояние от точки М до точки М0. Ну, оно определяется обычное эвклидовое расстояние. И покажем, что фундаментальным решением уравнения Лапласа в пространстве называется такая функция. Это вот что такое. Единица, поделенная на R, M, M0. Вот. Значит, посмотрите. Конечно, эта функция у нас определена... Мы будем ее рассматривать как функцию, конечно, переменных x, y, z. Это функция переменных x, y, z. Точка М0 фиксирована. И, конечно, эта функция определена для всех точек пространства, но за исключением точки М0, потому что в точке М0 она обращается в бесконечность. Значит, давайте докажем, давайте докажем, что нам надо доказать, что дельта от единицы R, M, M0 равняется нулю для любых M, не равных M0. То есть сюда оператор Лапласа от этой функции единицы, поделенной на R, сюда равняется нулю, кроме M, равного M0. Ну, что для этого нужно сделать? Да очень просто. Просто посчитать сумму вторых частных производных. Ну, посмотрите, поскольку эта функция зависит от x, y, z, совершенно единообразно, то, конечно, нам достаточно будет посчитать производную только по одной переменной, ну и первую, и вторую, ну, например, по x. Итак, считаем по x, d по dx от единицы, поделенной на R, M, M0. Равняется. Значит, у нас внизу стоит единица, поделенная на корень. Значит, когда мы будем дифференцировать, будет минус 1, 2. И здесь появится что? Появится вот, что R в степени M, M0 в кубе. R, M, M0 в кубе. И теперь надо под коренное выражение продифференцировать по x. Это будет 2x минус x0. Ну, давайте, двойки эти сократились. Ну, мы можем их не стирать. Значит, помним, что двойки сократились. Так, теперь вычисляем вторую производную, то есть уже производную вот от этого выражения. Значит, пишем d2 по dx квадрат от единицы, поделенной на R, M, M0. Это что такое будет? Опять, сначала, значит, тут у нас уже появилось производное произведение. Значит, здесь степень 3 вторых. Это, значит, будет опять появится минус. Минус с этим минусом сократится. Будет 3 вторых. Так, здесь R станет в пятой степени. R, M, M0 в пятой степени. А здесь появится 2x минус x0 в квадрате. Это я продифференцировал то, что стоит в знаменателе. Так, ну и теперь надо продифференцировать числитель. Это будет, что такое? Минус остается. Будет просто единица на R в кубе M, M0. Вот чему равняется вторая производная по x. Ну и, конечно, вторая производная по y будет точно такой же. Только здесь надо поставить y минус y0. И вторая производная по z будет точно такой же. только здесь надо поставить z минус z0. Поэтому мы можем написать сразу, что оператор Лапласа от единицы, поделенной на R, M, M0, равной d2 по dx квадрату. Единица, поделенная на R, M, M0, плюс d2 по dz квадрату. Единица, поделенная на R, M, M0, равняется. Ну вот, подставляем все эти выражения. Значит, давайте напишем. Здесь будет 3x минус x0 в квадрате, поделенная на R, M, M0 в кубе, минус 1 на R, M, M0 в кубе, плюс 3y минус y0 в квадрате, поделенная на R, M, M0 в пятой, минус 1 на R, M, M0 в кубе, плюс 3z минус z0 в квадрате, поделенная на R, M, M0 в пятой, минус 1 на R, M, M0 в кубе, равняется. Ну, посмотрите, теперь у нас все первые члены можно объединить. Следующим образом. 3x минус x0 в квадрате, плюс y минус y0 в квадрате, плюс z минус z0 в квадрате, поделенная на R, M, M0 в пятой, минус, а тут 1, 2, 3, 3R, M, M0 в кубе. Ну, а теперь посмотрите, пожалуйста, в числителе-то что стоит? R квадрат, так что это равно нулю. И вот мы такой непосредственной проверкой убедились в том, что функция единица, поделенная на R, то есть единица, поделенная на расстояние между двумя точками, является решением уравнения Лапласа во всех точках, ну, конечно, кроме M равное M0. Вот. Ну, как функция переменных x, y, z. Значит, точка x0, y0, z0 мы считаем фиксированной. Вот, очень хорошо. Ну, конечно, конечно, у этого решения, вот у этой функции, у этого решения уравнения Лапласа есть простой физический смысл, это потенциал, который создает единичный заряд, помещенный в точку M0. Это потенциал электрического поля, допустим, потенциал электрического поля, который создает единичный заряд, помещенный в точку m0. Ну, наверное, может быть, где-то в курсе физики вы с таким уже потенциалом встречались. Хорошо, теперь давайте посмотрим, а что из себя представляет фундаментальное решение уравнения Лапласа на плоскости. Итак, мы теперь уже рассматриваем плоскость, уравнение Лапласа на плоскости и хотим найти тоже какое-то решение, которое будет для нас важно в дальнейшем. Фундаментальное решение уравнения Лапласа в Е2 на плоскости. Значит, тут у нас опять появляются эти две точки, только уже точка m у нас будет с координатами x, y и точка m0 с координатами x0, y0. И появляется, конечно, опять расстояние, ρ m, m0, x минус x0 в квадрате, плюс y минус y0 в квадрате. Все, это вот так. Ну и, конечно, мы эту функцию рассматриваем как функцию переменных x, y, x0, y0 фиксированной. Ну и давайте вот что же такое фундаментальное решение уравнения Лапласа в Е2. Это вот что такое логарифм единица на ρ m0. То есть у нас расстояние есть. Мы берем единицы, поделенные на ρ и берем еще от этой дроби логарифм. Вот. Вот как-то, так сказать, вот давайте его обведем. Вот что из себя представляет собой фундаментальное решение уравнения Лапласа на плоскости. Ну, значит, теперь, конечно, нам надо доказать, что дельта У от логарифма единицы ρ m, m0 равняется нулю. Ну и, конечно, опять где? Для любых m, не равных m0. Опять эта функция имеет особенность при m, равном m0. Она там не определена. Ну, и вот мы доказываем, что для всех точек m, не равных m0, эта функция удовлетворяет уравнению Лапласа на плоскости. То есть такому двумерному уравнению Лапласа. Очень хорошо. Ну, опять, как мы будем доказывать? Да просто проверкой. Просто проверкой, значит, ну и опять ясно, что поскольку функции от x и y зависят фактически одинаково, то нам достаточно посчитать первую и вторую частную производную по x. Итак, считаем d по dx от логарифма единица ρ. Ну, давайте избавимся от этого знаменателя. Запишем так. Минус d по dx логарифм ρ m, m0. И дифференцируем теперь логарифм ρ. Это что такое будет? Это будет минус единичка, поделенная на ρ m, m0. Так. Теперь мы должны продифференцировать ρ. Это будет одна вторая. ρ m, m0 пошел в знаменатель. И должны продифференцировать под коренное выражение. Это будет 2х минус х0. Ну, давайте запишем, что получилось в итоге. В итоге получилось минус х минус х0, поделенная на ρ m, m0 в квадрате. Поделенная на ρ m, m0 в квадрате. Так, считаем вторую производную. Вот у нас первая производная, берем от нее вторую. Ну, опять, вначале дифференцируем знаменатель. Вначале дифференцируем знаменатель. Значит, у нас здесь стоит квадрат. Здесь пишем минус 2, плюс только уже, минус и минус даст нам плюс. Минус 2, значит, единица, поделенная на ρ, m, m0 в квадрате. Потом дифференцируем ρ, это будет 1, 2, единица, поделенная на ρ, m, m0. Так, и еще раз х минус х0. То есть будет х минус х0 в квадрате. Вот. Вот что получилось. То есть это я продифференцировал функцию, которая стоит, ну, знаменатель. Так. Ну и надо еще числитель продифференцировать. Теперь будет, это просто будет единица, поделенная, минус ρ, m, m0 в квадрате. Ну, давайте тут немножко соберем все, что у нас получилось. Что тут получилось? А тут я двойку позабыл, вот двойка должна быть. Когда мы дифференцировали корень. Так, значит, получается, эти двойки сократились. И получается вот, что х минус х0 в квадрате, а тут ρ, m, m0 в четвертой, а здесь двойка еще. Вот это первое, и вот второе. Минус единица, поделенная на ρ, m, m0 в квадрате. Вот. Ну, все, мы посчитали вторую частную производную по х. Ну, конечно, вторая частная производная по у выглядит точно так же, только надо здесь х минус х0 заменить на у минус у0. Поэтому давайте сразу напишем. Дельта от логарифм единицы, поделенной ρ, m, m0 равняется d2 по dx в квадрате от логарифм единицы, ρ, m, m0 равняется. Ну, давайте сюда продолжим. Значит, и подставляем то, что у нас есть. Значит, вот выражение для второй производной. минус π это. и плюс то же самое для второй производной по у. Ну, только тут у нас будет уже 2у минус у0 в квадрате. ρ, m, m0 в четвертой минус единица на ρ, m, m0 в квадрате. Ну, и посмотрите, конечно, это равняется вот чему. 2х минус х0 в квадрате плюс у минус у0 в квадрате, поделенное на ρ, m, m0 в четвертой, минус 2 ρ, m, m0 в квадрате. Ну, опять у нас в знаменателе стоит ρ в квадрате, так что это, конечно же, 0. Итак, вот мы непосредственной проверкой и в случае такого решения, такого фундаментального решения проверили, что эта функция является решением уравнения Лапласа во всех точках плоскости, кроме m равного m0. И эта функция, еще раз ее подчеркиваю, называется фундаментальным решением уравнения Лапласа на плоскости. Значит, и вот в процессе изучения дальнейших там задач мы часто будем использовать в пространстве, будем использовать фундаментальные решения в пространстве и на плоскости фундаментальные решения, на плоскости вот этот самый логарифм. Ну, конечно, еще раз подчеркиваю, что они очень отличаются друг от друга. Ну, давайте еще совсем коротко скажем про физический смысл. Значит, я еще раз напомню, что в пространстве это потенциал, создаваемый каким-то единичным зарядом, е3, единица, поделенная на r, m, m0. Вот мы в точку m0 поместили какой-то заряд, и он во всем пространстве создает такой вот потенциал. Значит, единица на r. А что такое е2? Значит, е2 у нас фундаментальное решение выглядит вот так. Вот это что такое? Это потенциал, который в пространстве создает какая-то заряженная нить, направленная вдоль оси z. То есть по z у нас все одинаково, она такая вот бесконечная, по z она притянулась от минус бесконечности до бесконечности и создает такой вот... Тогда, конечно, от z ничего не зависит, она создает вот такой потенциал. Но, конечно, чисто качественно понятно, что в этом случае заряд, в этом случае какая-то заряженная линия. Это чисто качественно, конечно, совершенно разные и функции, и явления. Поэтому они вот так и отличаются, ну, чисто в такой математической записи. Хорошо. Ну все, значит, мы закончили с фундаментальными решениями уравнения Лапласа на плоскости и пространстве. Давайте теперь перейдем к постановке задач. Какие же мы задачи будем рассматривать для уравнения Лапласа и для уравнения Пуассона? Значит, давайте все эти задачи сначала сформулируем для уравнения Лапласа, поскольку для уравнения Пуассона они ставятся совершенно аналогично. Итак, напишем. Постановка задач. Хорошо. Значит, мы сразу будем рассматривать постановку задач и в пространстве, и на плоскости. Значит, при чем? Давайте договоримся о таких обозначениях. Значит, в пространстве Е3 у нас будет область Омега. Область Омега – это какая-то ограниченная область, ограничена поверхностью Сигма. То есть, ну, картинка вот такая, условно, вот какая-то трехмерная картинка. Значит, Омега – Сигма. Так? А на плоскости мы будем использовать такие обозначения. Значит, на плоскости у нас будет область ОБСД, ограниченная кривой L. Вот область Д и вот кривая L. Ну, обычно мы будем использовать такие обозначения. Значит, в пространстве область, трехмерная область Омега ограничена двумерной поверхностью Сигма, на плоскости двумерная область Д ограничена замкнутой кривой L. Хорошо. Итак, значит, для уравнения Лапласа есть два типа задач. Они разделяются следующим образом. Мы можем рассматривать задачу внутри области и вне области и можем рассматривать, конечно, ну, задачу либо в двумерном, либо в трехмерном пространстве. То есть это внутренняя задача Дирихле, внутренняя задача Дирихле для уравнения Лапласа в Е3. найти у от x, y, z, такую, что дельта у равняется нулю для x, y, z, принадлежащих Омега, у от x, y, z равняется φ от x, y, z для x, y, z, принадлежащих Сигма. Итак, что это за задача? Нам надо найти функцию у от x, y, z, которая внутри удовлетворяет уравнение Лапласа, то есть для всех точек области Омега она удовлетворяет уравнение Лапласа. Я напоминаю, что область всегда открытое множество, Омега открытое множество. А на границе Омега, то есть на поверхности Сигма, она принимает заданные значения. Функция φ задана. То есть мы задаем значение нашей функции у на поверхности, то есть на границе области Омега, и надо найти функцию такую, что она внутри удовлетворяет уравнению Лапласа, а на границе принимает заданные значения, значения определяемой функции φ. В случае Е2 задача Дерехле ставится совершенно аналогичным образом, но давайте все-таки запишем. Внутренняя задача Дерехле для уравнения Лапласа на плоскости. найти функцию у от x, y, z, ой, нет, конечно, функцию не у от x, y, z, а найти функцию у от x, y, такую, что она для всех x, y, принадлежащих Д, она удовлетворяет уравнению Лапласа, а на границе области Д принимает заданные значения. Вот. Хорошо. То есть постановка та же самая, но только немножко другая геометрия, значит, здесь уже двумерная область, и здесь, конечно, кривая, неправильно, здесь L. Значит, внутри она удовлетворяет уравнению Лапласа, а на кривой L принимает заданные значения. На кривой L принимает заданные значения. Итак, вот так ставятся внутренние задачи Дерехле для уравнения Лапласа на плоскости и в пространстве. Так, ну а теперь мы можем рассматривать внешние задачи. То есть мы хотим решать задачу не внутри области, а вне области. Ну, конечно, как мы внешность области будем обозначать? Ну, давайте, да давайте сразу прям напишем. Внешние задачи Дерехле. В Е3 найти функцию у от x, y, z такую, что дельта у равняется нулю для всех x, y, z принадлежащих чему? Е3 минус омега замкнута. Ну, давайте, нарисуем. Вот у нас есть пространство Е3, вот есть область омега, и мы берем из этого Е3, что выкидываем? Выкидываем замыкание омега, то есть мы решаем задачу всюду вот здесь. Всюду вот здесь. Граница, конечно, как обычно, не включается. Мы вычли замыкание, поэтому это область открытая, неограниченная, открытая область. А на поверхности сигма опять принимаются заданные значения. ФИ заданные функции. Вот у нас есть поверхность сигма, на ней задана функция ФИ. Нам надо найти функцию такую, что всюду, вне она удовлетворяет уравнению Лапласа, а на поверхности сигма принимает заданные значения. Вот это внешняя задача для уравнения Лапласа в пространстве. Ну, на плоскости, конечно, все аналогично, но давайте напишем. Внешняя задача Дерехле на плоскости в Е2. Что это такое будет? Найти функцию У от Х и У. У от Х и У. Нарисуем. Вот у нас Д, вот контур Л, такую, что она удовлетворяет уравнению Лапласа для всех Х и У, принадлежащих Е2, минус Д замкнутая. Опять, мы решаем задачу во всех точках плоскости, из которых выкинуто замыкание области Д. Значит, здесь функция должна удовлетворять уравнение Лапласа, а на границе, на кривой она должна принимать заданные значения. Вот. Вот мы с вами описали, вот мы с вами описали все задачи Дерихле внутренней и внешней для уравнения Лапласа. Ну, давайте, для уравнения Пасона они ставятся абсолютно одинаково, точно так же, только, так сказать, уравнение Лапласа заменяется на уравнение Пасона. Ну, давайте, приведем какой-нибудь один простой пример, просто для аналогии. Значит, ну, давайте, напишем внутренние задачи Дерихле, внутренняя задача Дерихле, для уравнения Пасона в Е3. Ну, напишем, найти у от x, y, z такое, что дельта у равняется f от x, y, z для x, y, z принадлежащих омега и у от x, y, z равняется φ от x, y, z для x, y, z принадлежащих сигма. Ну, вот, то есть, ничего не поменялось, только уравнение стало не уравнением Лапласа, а уравнением Пасона. Значит, здесь, в этой задаче, функция f задана и функция f задана, надо найти функцию у от x, y, z. Ну, вот, больше, так сказать, уж не будем про другие задачи говорить для уравнения Пасона, поскольку ставятся они аналогично. Хорошо. Теперь давайте перейдем к другим задачам, в которых уже и называются по-другому. Это так называемые задачи Неймана. Ну, давайте прям сразу сформулируем. Внутренняя задача Неймана Неймана в e3. Неймана. Для уравнения Лапласа. Мы все опять пишем для уравнения Лапласа. Найти u от x, y, z такую, что в области она удовлетворяет уравнению Лапласа А на границе задана не функция, а ее нормальная производная. dU по dN от x, y, z равняется Пси от x, y, z. Вот, вот основное отличие задачи Неймана. В задаче Дерехле задается сама функция на границе на поверхности сигма, а здесь задается нормальная производная функция u. Пси задана. И вот такая задача называется внутренняя задача Неймана. Нам надо найти функцию, которая внутри удовлетворяет уравнение Лапласа, а на поверхности ее нормальная производная равняется заданной функции. Так, ну, конечно, конечно, совершенно аналогично ставится внутренняя задача Неймана для уравнения Лапласа на плоскости. Ну, давайте все-таки ее напишем. Внутренняя задача Неймана в Е2 для уравнения Лапласа. Найти функцию u от x, z, ой, извиняюсь, найти функцию u от x, y, найти функцию u от x, y, такую, что она внутри области d удовлетворяет уравнению Лапласа, а на контуре на контуре ее нормальная производная равняется заданной функции. вот. Вот как ставится внутренняя задача Неймана для уравнения Лапласа на плоскости. Значит, надо найти функцию от x, y, внутри удовлетворяющую уравнение Лапласа для всех x, y, принадлежащих d, а на контуре ее нормальная производная равняется заданной функции psi от x, y. Хорошо. Ну и теперь что нам осталось? Осталось формулировать внешние задачи Неймана. Они, конечно, аналогичны. Ну, давайте напишем внешние задачи Неймана. Внешние задачи Неймана в Е3 найти У от x, y, z такое, что дельта У равняется нулю, когда x, y, z принадлежат Омега, и ДУ по ДН от x, y, z равняется psi, ой, нет, тут не Омега, внешняя задача, внешняя. Значит, здесь будет Е3 минус Омега замкнутый. Опять мы решаем всюду вне. Значит, внешняя задача Неймана найти У от x, y, z такую, что вне области она удовлетворяет уравнению Лапласа, а ее нормальная производная на границе области принимает заданные значения. Вот. Итак, еще раз. Значит, найти функцию от x, y, z такую, что вне области D, области Омега она принимает, она удовлетворяет уравнение Лапласа, а на поверхности ее нормальная производная принимает заданные значения. Ну и точно так же ставится внешняя задача Неймана на плоскости. Надо найти функцию у от x, y, такую, что вне области D, вне замыкания области D она удовлетворяет уравнение Лапласа, а на контуре ее нормальная производная принимает заданные значения. Ну вот, вот все. Значит, мы сформулировали все задачи, внутреннюю задачу D, внешнюю задачу D, на плоскости и в пространстве, сформулировали внутреннюю задачу Неймана и внешнюю задачу Неймана на плоскости и в пространстве, и еще раз отметим, что все задачи Дерихлея и Неймана для уравнения Паассона ставятся аналогично, только вместо уравнения Лапласа записывается уравнение Паассона. Вот и все. Ну, конечно, уравнение Паассона правая часть всегда считается известной. Итак, вот это основные задачи, которые рассматриваются для уравнения Лапласа и уравнения Паассона, и мы ими будем заниматься. Ну, последнее, что надо сказать, напомнить, что в соответствии с нашей классификацией, если мы рассматриваем функцию двух переменных, если мы рассматриваем функцию двух переменных, то уравнение Лапласа Дельта У равняется нулю, это что такое У Х плюс У Равняется нулю, это уравнение эллиптического типа эллиптического типа в соответствии с той классификацией, которую мы давали. Ну и, конечно, мы давали классификацию только для функции двух переменных, но, конечно, уравнение Лапласа и уравнение Паассона это и в трехмерном пространстве это тоже будут уравнения эллиптического типа, хотя, еще раз я повторяю, мы давали классификацию только для функций двух переменных. Хорошо. Все, значит, мы сформулировали всякие задачи, мы сформулировали всякие задачи, и теперь наша цель будет состоять в том, чтобы как-то исследовать эти задачи, но прежде чем исследовать эти задачи, нам надо будет рассмотреть, получить всякие вспомогательные результаты, которые мы будем активно использовать при исследовании вот этих задач и Дерихле и задач Неймана. Итак, сейчас мы давайте займемся формулами Грина. Получим так называемые формулы Грина. Формулы Грина. И опять давайте пока напишем в Я3. Значит, потом, так сказать, мы поговорим про формулу Грина на плоскость, но сейчас пока будем рассматривать формулу Грина в пространстве. Итак, я напомню, я напомню, что мы с вами уже использовали теорему Остроградского Гаусса. Теорема Остроградского Гаусса, ну или формула, или теорема, формула Остроградского Гаусса, теорема Остроградского Гаусса, значит, что это такое? Вот, у нас есть область омега, ограниченная поверхностью сигма. Ну, давайте, так сказать, значит, вот в теории уравнения Лапласа и уравнения Пассона очень важно, какая граница, но поскольку у нас такой водный курс, мы не будем рассматривать какие-то хитрые границы, будем считать, что наша поверхность такая, что она состоит из конечной, замкнутой, конечно, поверхности сигма замкнутая, и состоит из конечного числа гладких кусков, то есть таких гладких поверхностей с непрерывно меняющимся нормальным вектором. Вот, то есть это такое, так сказать, будет наше базовое предположение. Вот, ну, я напоминаю, что, конечно, никто нам не запрещает, чтобы область омега была ограничена двумя поверхностями, тут сигма и вот сигма, ну, какая-то сигма-1, сигма-2, но мы можем все это называть одной поверхностью сигма, то есть область омега может быть вот такая, а может быть и вот такая, то есть с внутренним каким-то таким вырезанным какой-то областью. хорошо, итак, значит, формула Остроградского Гаусса. есть область омега, ограниченная поверхностью сигма, и есть вектор внешней нормали, и есть векторное поле от x, y, z с компонентами p, x, y, z, q, x, y, z, r, x, y, z. Вот, ну, эти все три функции имеют непрерывные частные, сами непрерывные имеют непрерывные первые частные производные. Вот, тогда формула Остроградского Гаусса это что такое? Интеграл по поверхности сигма от скалярного произведения вектора а на вектор нормали, взятый по поверхности, равняется трехмерному интегралу по области омега от дивергенции вектора А. Ну, значит, мы будем обычный элемент поверхности обозначать d сигма, элемент объема будем обозначать d tau. Ну, и давайте я напомню, что такое дивергенция. Дивергенция А это сумма частных производных dppdx плюс dqpdy плюс drpdz. Вот. Вот вспомнили формула Остроградского Гаусса. Ну, а теперь будем получать формулу Грина, как такие некоторые простые следствия, как некоторые простые следствия из формулы Остроградского Гаусса. Так, значит, давайте начнем. Первое. Пусть У и В таковы что? У, В принадлежат С2 омега У, В принадлежат С1 омега замкнутая. Значит, какие мы будем использовать обозначения? Что такое С2 омега? Это значит, что функции У и В их первые частные производные и вторые частные производные непрерывные, существуют и непрерывные в области омега. То есть, фактически, вот это такое обозначение У и В дважды непрерывно дифференцируемы, как функции всех своих трех переменных. Это функции трех переменных. Они дважды непрерывно дифференцируемы в области омега. То есть, сами непрерывные, их первые частные производные непрерывные и вторые частные производные существуют и непрерывные в омега. А это что такое? Это сами функции, их первые частные производные непрерывные не просто в омега, а в замыкании. То есть, первые частные производные и сами функции непрерывные вплоть до границы. Значит, вот мы будем считать, что наши две функции У и В вот такие. Тогда что, так сказать? Тогда давайте возьмем вот такую вектор функцию А. А от x, y, z равную У от x, y, z на градиент В от x, y, z. Ну, давайте я напомню, это что такое? Это, конечно, ну, я не буду только здесь аргументы писать. Это У, ДВ, ПД, Х. У, ДВ, ПД, У, ДВ, ПД, З. Значит, это вот вектор с такими компонентами. Первый компонент У, ДВ, ПД, Х. Вторая У, ДВ, ПД, У. Третий У, ДВ, ПД, З. И вот давайте теперь возьмем мы к этому, к такой вектор функции применим формулу Астроградского Гаусса. К такой вектор функции применим формулу Астроградского Гаусса. Это что такое будет? Пишем интеграл по поверхности сигма У. Посмотрите, У это скаляр, поэтому я могу вынести. А здесь у нас стоит скалярное произведение вектора А на вектор Н. Поэтому я напишу так. Градиент В на Н. ДСигма. Правильно? Вот это мы написали. А здесь будет что? Пишем интеграл по омега дивергенция от чего? Ну давайте я тут так сокращенно напишу У градиент В Д Тау. Так? Ну теперь вспомните, мы из матанализа знаем, что произведение произведения градиента на вектор какого-то направления это что такое? Это просто производное по этому направлению. Так что здесь будет у нас Сигма У ДВ по ДН ДСигма А теперь давайте посчитаем дивергенцию градиента. Ну давайте отдельно. Вот. Дивергенция У градиент В. Нам что? Нам надо это продифференцировать по Х это продифференцировать по У это продифференцировать по З и скажите. Ну давайте сначала все дифференцируем по У будет У все дифференцируем вот эти функции будет У В Х Х плюс У В Игрек Игрек плюс У В З З Это я все продифференцировал вторые функции. А теперь дифференцирую у всюду у будет у x на vx плюс у y на vy плюс uz на vz ну и посмотрите что это получается такое это получилось у нас у на дельта v плюс градиент у на градиент в вот чему равняется дивергенция такой векторной функции вот оказывается что ну и давайте это перепишем омега у дельта v д тау плюс отдельно напишем этот интеграл градиент у градиент в д тау вот что получилось если мы применим форму астроградского астроградского гаусса вот к такой вот векторной функции ну и давайте теперь перепишем это в том виде как обычно называют первой формулой грима хотя понятно можно писать по-разному ну давайте напишем первая формула грима вот я это напишу здесь интеграл по области омега у дельта v д тау равняется интеграл по сигма у д в по дн д сигма и перенесу сюда с минусом минус интеграл по омега градиент у градиент в дтау вот это обычно называют первой формулой грима вот очень хорошо хорошо ну и теперь давайте используя эту самую формулу грима первую получим вторую конечно никто нам не запрещает взять в этой формуле поменять местами у и в ну или по-другому можно сказать как мы можем получить другую форму давайте теперь рассмотрим вот такое векторное поле в градиенту если мы рассмотрим в градиенту то конечно мы как раз и поменяем местами у и в первой формуле грима берем вот такое векторное поле применяем те и формула остроградского галласа и тогда что мы получим 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 формулу грима первые записаны вот в таком виде в дельта у дтау равняется теграл по сигма в ду по дн минус сейчас д сигма тут минус интеграл по омега градиент в градиент у дтау Вот, ну, фактически поменяли местами У и В. Итак, у нас, значит, функция У и В удовлетворяет такой формуле и такой формуле. А теперь давайте возьмем и вычтем, возьмем и вычтем, что у нас при этом произойдет. Ну, конечно, интегралы как-то объединятся, а самое главное, вот эти два интегралы при вычитании сократятся, потому что мы знаем, что скалярные произведения векторов не зависят от порядка, поэтому эти два интеграла равны, и при вычитании мы получим вторую формулу Грина. Давайте я вот здесь ее напишу, чтобы она у нас сохранилась. Вторая формула Грина, значит, вычли из этого вот это. Вторая формула Грина. Будет интеграл по области омега, У дельта В минус В дельта У, Д та У, значит, эти сократились, остались, остались только интеграл по сигма. Интеграл по сигма, квадратная скобка, У ДВ по ДН минус В ДУ по ДН Д сигма. Вот, эта формула называется второй формулой Грина. Хорошо. Ну, теперь давайте получим формулу, которая называется формулой третьей формулой Грина. Ее называют часто основной формулой Грина. Ну, много всяких названий. Итак, будем выводить сейчас третью формулу Грина. Будем считать, что у нас функция У опять непрерывно, имеет непрерывные вторые частные производные в омега, и У имеют непрерывные первые частные производные в замыкании в омега. Вот. Так, а никакой В нет. А в качестве В, значит, давайте теперь вот что сделаем. Вот нарисуем здесь картинку. Вот у нас есть эта трехмерная область омега. Вот есть поверхность сигма. И мы теперь берем внутри омега какую-то произвольную точку М. Берем внутри области омега какую-то произвольную точку М. Так. Ну, вот давайте обозначим точку М с координатами x, y, z. Точка М у нас будет точка с координатами x, y, z. Так. А вот точка П на поверхности, точка П на поверхности, будем обозначать, x это, z. Давайте я еще раз вам напишу. Это греческая буква x, это, и вот такая вот, z. Вот такие будем использовать обозначения. И вот давайте теперь возьмем такую функцию. Единица, определенная единица, поделенная, ну, давайте здесь M0 поставим. Все, M0. M0 с координатами x, 0, y, 0, z, 0. Вот. И возьмем вот такую функцию. R, M, M0. Так. Это что такое? Это мы берем фундаментальное решение уравнения Лапа с определяемой точкой M0. Это, конечно, у нас будет тоже функция переменных, функция x, y, z. Вот. Так. Ну и она удовлетворяет уравнение Лапласа. Вот. Но всюду, кроме точки M0. И мы хотим теперь вот ее подставить в эту вторую формулу Грина. Но вообще говоря, мы не можем этого делать, потому что тут у нас функции U и V были всюду хорошие, U-то у нас по-прежнему хорошие, а вот эта функция не очень хорошая, потому что у нее особенность в точке M0. И чтобы вот эту особенность в точке M0 устранить, мы сделаем следующее. Давайте вот окружим эту точку M0 сферой сферой сигма M0 и Эпсилон принадлежит области Омега. То есть эта сфера целиком лежит внутри нашей области Омега. Вот. А теперь давайте рассмотрим область Омега. Эпсилон Омега и Эпсилон ограничено снаружи сигма, а изнутри сигма M0 Эпсилон. То есть Омега и Эпсилон это вот то, что я заштриховал. Вот. Ну и что же в результате получается? А вот получается в результате, что в области Омега и Эпсилон мы уже можем использовать вторую формулу Грина с такой вот У и с такой вот В, потому что в этой Омега и Эпсилон функция у функции единицы поделенной на R ММ0 уже никаких особенностей нет. Поэтому можем смело брать и писать вторую формулу Грина. Итак, вторая формула Грина для функции У и единичка поделенная на R ММ0. Пишем интеграл по области Омега и Эпсилон здесь что у нас будет? У Д оператор Лапласа от минус Д Тау. Значит, вот У, а в качестве В я взял единицу поделенную на R ММ0. Так равняется интеграл по сигма У Д по ДН минус единица R ММ0 ДУ по ДН ДСигма. Это я написал интеграл по внешней поверхности, но наша Омега и Эпсилон, она ограничена двумя поверхностями, поэтому я еще должен написать теперь интеграл вот по этой сфере. пишем плюс интеграл по сфере Сигма М0 Эпсилон и переписываем здесь просто все то же самое У ДПДН единица на Р ММ0 минус единица на Р М М0 ДУ по ДН ДСигма. Вот мы записали вторую формулу Грина для функции У единичка на Р ММ0 вот в такой этой области Омега и Эпсилон, ограниченной снаружи Сигмой нашей обычной, а изнутри вот этой самой сферы. Вот. Так, а что теперь? Теперь мы хотим совершить такой вот очень популярный прием, ну и в математике, взять теперь вот эта формула у нас верна, для всех Эпсилон больше нуля, а теперь мы хотим посмотреть, а что будет твориться, что будет твориться, когда мы Эпсилон стремим к нулю. Что у нас с этой формулой произойдет, когда Эпсилон стремится к нулю? Ну, давайте, так сказать, сначала давайте посмотрим на самые простые, так сказать, вещи, которые тут есть. Во-первых, вот этот член у нас пропал, давайте напишем равно нулю. Почему? Да потому что функция единиц на R является решением уравнения Лапласа, поэтому это ноль. Так? Очень хорошо. Теперь спрашивается, как будет себя вести этот интеграл при стремлении Эпсилон на R, ну, вы из матанализа должны помнить, что такая особенность, она интегрируемая для трехмерного интеграла, поэтому этот интеграл прекрасно стремится, приобщен, стремящимся к нулю, к интегралу, вот, ну, по всей области омега. Так? Очень хорошо. Значит, здесь у нас проблем нет. Вот этот интеграл, вот первая часть исчезла, а вторая часть просто, так сказать, перейдет в интеграл по всей области омега. Здесь. А здесь вообще у нас нет никаких особенностей, потому что M у нас здесь бегает по поверхности, M бегает по поверхности, а M0 вон где. Поэтому, так сказать, тут все у нас очень хорошо, у нас тут все очень хорошо, и никаких проблем нет. Так? Вот. Так, значит, все проблемы у нас вот здесь. Все проблемы у нас вот здесь. Хорошо. Ну, давайте вот теперь смотреть, так сказать, что же, так сказать, будет твориться с этими интегралами, что же будет твориться с этими интегралами, когда F1 стремится к нулю. Давайте этими интегралами и займемся. Давайте этими интегралами и займемся. Хорошо. Значит, вот смотрим на этот интеграл. Давайте их отдельно. Итак, пишем, чему равняется при дио, при ε, стремящемся к нулю. Ну, я минус не буду писать, напишу просто так. Интеграл по сфере σM0 ε от единички, поделенные на rMM0 du по dN dσ. Ну, посмотрите, у нас точка M же принадлежит σ, а точка M0 это центр сферы. Значит, здесь это что такое? Это просто единица, поделенная на ε. Расстояние между M и M0 это ε, поэтому это единица, поделенная на ε. Вот у нас появился противный ε внутри. Но вот эта функция, вот эта функция du по dN, у нас функция u очень хорошая, поэтому ее нормальные производные на этой сфере тоже будут очень хорошие и, конечно, непрерывные. Вот эта функция непрерывная, так, значит, ее мы можем ограничить. И порядок этого интеграла какой же, так сказать, вот давайте это константы, которые ограничивают модуль du по dN на сфере, а тогда здесь что у вас останется? Единица на ε², а площадь поверхности сферы, ой, не единица, а единица на ε. Значит, здесь будет единица на ε, а площадь поверхности сферы – это 4π ε². Так что весь этот интеграл, конечно же, стремится к нулю при ε, стремящемся к нулю. Значит, это ограниченная величина, это порядок единиц на ε, а площадь поверхности сферы – 4π ε². Так что вот эта часть стремится к нулю при общении на стремящемся к нулю, то есть ее можно сказать нет. Теперь давайте будем разбираться со вторым интегралом. Разбираемся со вторым интегралом. Напишем его отдельно. И нарисуем, давайте, картинку. Вот это наша сфера, вот точка 0, вот она сфера. Я напоминаю, что вектор нормали, мы, помните, говорили, всегда направлен вне области. То есть здесь он направлен сюда, а здесь вектор нормали, конечно, направлен из области. Так что нормаль у нас вот какая. Нормаль у нас вот какая. Ну, давайте эту нормаль теперь запишем. Давайте эту нормаль запишем. Это что ж такое будет, такой вектор нормали? Единичный вектор нормали. Значит, посмотрите. Это будет вот что такое. Минус х-х0, поделенное на RMM0. Вот у нас точка М с координатами x, y, z. И вот точка М0 с координатами x, 0, y, 0, z, 0. Значит, вот вектор я беру от x0 к x, от этой точки к этой, это вектор направленный вот так. Мне надо взять вектор в другом направлении, и они совпадают. Радиус вектор, проведенный к какой-то точке, и нормаль по направлению совпадает, но только внешнюю, если я хочу нормаль, который смотрит внутрь, я должен взять минус, и это нормировка. Вот мы записали с вами вектор нормали, который смотрит так, как надо. И это единичный нормаль, мы пронормировали. Так, ну а теперь надо еще градиент посчитать. Так, пишем, d по dx от единички, поделенные на RMM0. Это что такое будет? Значит, дифференцируем расстояние минус 1,2. Минус 1,2. Так, единица, поделенная на RMM0 в кубе, и 2х минус х0. Вот, и получается в итоге х минус х0, поделенная на RMM0 в кубе. Ну и с минусом. Вот, получается с минусом. Очень хорошо. Так? Замечательно. Ну вот, а тогда, ну понятно, что все остальные частные производные ДУ по ДУ, ДУ по ДЗ будут то же самое, только здесь будет, соответственно, Y минус Y0, Z минус Z0. Поэтому Д по ДН от единички на RMM0 чему будет равняться? Просто перемножаем скалярно. Ну, давайте напишем. Это градиент единицы на RMM0 умноженное на N. Ну, и это равняется. Посмотрите, значит, что у нас будет. Все минусы у нас посокращаются, и будет Х минус Х0 в квадрате плюс поделенное на RMM0 в четвертой степени. Здесь куб, и здесь R. Вот, а это что такое? Это единица, поделенная на RMM0 в квадрате. Вот, и что же у нас получилось? Получилось вот что. Что эта штука опять, так сказать, вычисляется очень легко. Она вычисляется очень легко. И равняется вот чему. Значит, пишем единица на ε2. Это мы посчитали. Значит, вот это у нас единица на ε2. А что здесь осталось? U M0 ε UD σ. А к чему это все стремится при ε2, стремящемся к 0? Функция U непрерывная. Значит, она стремится к точке M0. И тут получается площадь поверхности сферы. Так что это все стремится при ε, стремящемся к 0. К чему? Значит, U от M0 единица. Ну, единица на ε2 сократилась. Площадь поверхности сферы это 4π ε2. И здесь получилось 4π. Вот. Так что вот этот интеграл у нас, да, этот интеграл у нас стремится вот к чему. 4π U от M0. Этот интеграл стремится к 4π от U от M0. И вот мы получаем, и вот мы получили с вами в итоге третью формулу Грина. Переходя к пределу при общении стремящемся к нулю, переходя к пределу при общении стремящемся к нулю, мы получаем вот такую формулу. 4π U от M0. Я здесь оставил. А все остальное переношу в другую направо. Значит, вот что тут у нас будет? Это минус. минус. Интеграл по области омега единицы на R M0 дельта U детау и минус пошел с минусом в ту сторону. Интеграл по поверхности сигма U D по Dn единица, поделенная на R M0 минус единица на R M0 DU по Dn скобка закрывается D сигма. Вот как выглядит третья формула Грина. Вот как выглядит третья формула Грина. И что же у нас получается? Получилось, что мы взяли внутри области произвольную точку M0 так ну привязали к ней вот это фундаментальное решение уравнения Лапласа так оказывается, что значение функции у в точке M0 выражается вот следующим образом. Вот это называется третья формула Грина. Третья формула Грина. Очень хорошо. Итак, вот мы с вами вывели мы с вами вывели все формулы Грина для для случаев трехмерного пространства. Для случаев трехмерного пространства. Так в случае двумерного пространства они вообще говоря выводятся совершенно аналогично, ну так исходя из исходя из только уже там обычной формулы Грина матанализа. Ну давайте запишем эти самые формулы уже без вывода, запишем эти формулы Грина в пространстве на плоскости. Итак, вторая формула Грина, вторая формула Грина в Е2. Значит, я напомню, здесь у нас область Д ограниченная контуром Л. Область Д ограниченная контуром Л. Она выглядит вот так. Интеграл по области Д. Значит, да, ну тут, конечно, уже фигурирует функция У от Х, У, У от Х, У и В от Х, У. Так, ну вот. И вторая формула Грина записывается следующим образом. У дельта В минус В дельта У Д. Д. Здесь будем элемент поверхности, элемент площади обозначать ДС, элемент площади будем обозначать в двойном интеграле ДС. И здесь интеграл по кривой. У ДВ по ДН минус В ДУ по ДН ДЛ. Это элемент дуги. Вот как выглядит вторая формула Грина на плоскости. Ну и давайте запишем третью формулу Грина. Третью формулу Грина в Е2. Значит, все похоже, только тут будет 2Пи минус. Здесь интеграл по области Д. И здесь фундаментальное решение уже, конечно же, на плоскости. Логарифм единица РО М М0 Дельта У ДТАУ минус интеграл по контуру Л У ДПДН Логарифм логарифм единицы на РО М М0 минус логарифм единицы на РО М М0 ДУ по ДН и элемент дуги. Вот как выглядит вторая формула Грина в случае двумерного пространства 2Пи. Ну, а вывод ее, так сказать, в общем, вся схема вывода точно такая же, но только там, значит, надо вот оперировать с... вместо того, чтобы оперировать с единичкой на Р, надо оперировать вот с этим фундаментальным уравнением Лапласа на плоскости. Ну, да, на этом закончим. Продолжение следует...